Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер! С сегодняшнего дня информационная программа «Вести Молдова» меняет и увеличивает время выхода в эфир. Теперь главные новости дня вы сможете узнавать уже в 17.00. И вот какова вкратце информационная картина дня к этому часу. Вырастили щедро урожай. Президент Игорь Тадон посетил садоводческое хозяйство в центре республики. Иностранная пенсия. Граждане Молдовы, которые легально работают в Турции, смогут получать социальные пособия в этой стране. Да будет свет! С 1 ноября все водители должны будут ездить с включенными фарами круглосуточно. А теперь все это и многое другое подробно. И начнем с блока новостей столичных. Сухие ветки, складированные после апрельского снегопада в разных районах города, все еще представляют опасность. На сегодняшнем оперативном заседании муниципальных служб глава термоэлектрика попросил власти столицы помочь эвакуировать их с территории предприятия, где хранится мазут. Что касается посадки новых деревьев, то в прошлые выходные в столице стартовала акция по озеленению. Тему продолжит Ольга Гриненко. Официально расчистка города от веток, рухнувших в результате апрельского снегопада, завершена. Но для жителей столицы они все еще представляют опасность. В секторе Чакана полигон для складирования веток находится в непосредственной близости с резервуарами, где предприятие термоэлектрика хранит мазут. На сегодняшнем заседании оперативных служб мэрии глава предприятия Вячеслав Йени попросил местные власти помочь с решением вопроса эвакуации сухой древесины. Я хочу попросить вас вмешаться, потому что знаете, какова ситуация, чтобы не дай бог не случился сюрприз. Зона достаточно опасная, там проходит газопровод и к тому же есть резервуары с мазутом, которые принадлежат нашему предприятию. Мы попытаемся эвакуировать их, но надо учитывать тот факт, что начиная с апреля и все лето в нашем районе переработкой веток занимался всего лишь один экономический агент. Другого решения проблемы у нас не было. Апрельская стихия нанесла зеленым насаждением города значительный ущерб, но все это поправимо. Глава зеленстроя доложил, что на прошлой неделе стартовала акция по озеленению города. Только за прошлые выходные силами работников предприятия и добровольцев были высажены полторы тысячи саженцев. Мероприятия по озеленению продолжатся и в предстоящие выходные. Результатами работы на сегодняшнем оперативном заседании поделился и глава управления здравоохранения. Михаил Молдавану сообщил, что уже подписано несколько контрактов. И жители муниципия с проблемами слуха бесплатно смогут получить слуховые аппараты, а незрячих обеспечат звуковыми тонометрами и тростями. Кроме того, с онкоинститутом подписан контракт на бесплатное глазное протезирование. Из общей суммы, выделенной муниципальным советом, мы потратили около двух миллионов, сэкономив порядка трех миллионов. Эти три миллиона мунсовет может перенаправить на другие нужды. В целом у нас одна тысяча бенефициаров, как незрячих, так и с проблемами слуха. Распределить вспомогательные аппараты поручено территориальным филиалом Ассоциации глухих и Ассоциации незрячих. Сегодня на официальном учете состоят почти пять тысяч жителей муниципия с проблемами слуха и чуть меньше одной тысячи незрячих. И снова к повседневным столичным проблемам. Качество дорог в столице заставляет желать лучшего. Так считают большинство жителей города. Да и сам временно исполняющий обязанности мэра Нестор Грозаву признает, что работы слишком затягиваются. У муниципальных советников от ПСРМ есть своя версия. Почему в Кишинелл так много плохих дорог и почему так долго ведется их ремонт? В доказательство они привели документы и факты. У мунсоветников от ПСРМ есть своя версия, почему в столице такие плохие дороги. Дело в том, считают они, что бывший глава муниципального управления транспорта и по совместительству одноклассник Дарина Киртуака Игорь Гомрецкий вместо того, чтобы направить деньги исключительно на ремонт улиц, положил часть из них себе в карман вместе с увесистыми откатами. Как уверяют социалисты, сейчас Игорь Гомрецкий строит дом площадью 1500 квадратных метров в элитном районе сектора Рыжкань, как раз из таких сомнительно добытых средств. Мы видим абсолютно элитная отделка. Высота потолков в некоторых местах достигает 8 метров. Это несколько уровней, то есть два уровня выше земли и еще несколько уровней ниже земли. Общая площадь этого здания – бассейн, сауна, хамам. В сауне сделана отделка дорогой плиткой, дорогой солью для того, чтобы лечить бронхи господину Гомрецкому. По словам социалистов, данные фото и видеоматериалы они получили на электронную почту, после чего лично проверили достоверность информации и провели собственное расследование. Таким образом выяснилось, что дом официально записан на маму Игоря Гомрецкого, которая не занимается бизнесом и не имеет соответствующих активов. Когда сдавали Олегу Руссоу в эксплуатацию в конце 2014 года, это декабрь 2014 года, перед сдачей маме господина Гомрецкого было передано, то есть ей продали фирма Financial Investment Group, продала 5 складов общей площадью 1000 квадратных метров, рыночная стоимость которых, как нам сказали, приблизительно миллион евро. То есть это откат миллион евро, откуда у человека, который не занимается бизнесом, не имеет какие-то активы, такие деньги. Мунсоветники от ПСРМ пояснили, что полученное видео, где видно самого Гомрецкого, который рассчитывается с работником, было отснято после того, как бывший глава управления транспортом получил два года лишения свободы условно по делу о платных парковках. На звонок корреспондента «Вести Молдова» Гомрецкий не ответил, однако прокомментировал заявление социалистов одному из частных телеканалов. Так, Игорь Гомрецкий утверждает, что земельный участок, где строится дом в секторе Рыжкань, был получен его отцом в 1993 году от Государственного университета Молдовы, где тот работал. По словам Гомрецкого, дом строится уже 5-6 лет, и он лишь вносит свой вклад в строительство, а сам дом принадлежит его родителям. Далее перейдем к общенациональным новостям. Молдавский сельхозбизнес может быть прибыльным, а отечественные продукты питания вполне конкурентоспособными на зарубежных рынках. Об этом заявил президент Игорь Дадон после своего недавнего визита на одну из молдавских компаний по сортировке и упаковке фруктов. Глава государства оценил современные методы по переработке сельхозпродукции и еще раз напомнил о своем намерении продвигать экспорт отечественных продуктов на рынок Российской Федерации. Большие холодильные склады, современная линия по сортировке и упаковке фруктов, усовершенствованная растительная техника и противоградовая сетка. Несмотря на экономические сложности, молдавские сельхозкомпании могут достичь такой оснащенности. Накануне одно из таких предприятий в районе Штефанводы посетил и президент страны Игорь Дадон. Главе государства показали новое оборудование по переработке фруктов, а также фруктовый сад в 130 гектаров. На них фирма выращивает яблоки, персики, нектариновые, сливовые и черешневые деревья. Свою продукцию компания экспортирует на рынки ЕС и СНГ. Там был сад, выращенный в диких условиях. Это была дикая черешня. Увидели, что она неустойчива к болезням, не дает урожая, деревья слишком высокие. И мы все вырубили, засадили новыми. Мы приезжаем сюда, нас 20 человек. И благодарны, что создали рабочие места, есть где работать и нам, и молодым. Игорь Дадон отметил, что при правильном ведении бизнеса и помощи со стороны государства, молдавские компании в состоянии увеличить объем продукции и, соответственно, повысить экспорт. Важно привлечь как можно больше инвестиций в посадку новых садов. Из 55 тысяч гектаров в нынешнем году было засажено 3 тысячи. Это мало. Думаю, государство должно увеличить помощь, включая через субвенции, для тех, кто хочет инвестировать в новые сады. Игорь Дадон напомнил, что за последний год объем продаж молдавской сельхозпродукции на российском рынке вырос почти в два раза. Откуда государству брать деньги на развитие? Свои решения предложили гости передачи «Пятница с Анатолием Голи» на телеканале РТР Молдова. Депутат ДПМ Евгений Никифорчук и депутат-социалист Влад Батрынча. Шла в передаче речи о том, когда возможен переход к президентской республике. Мнения участников дискуссии также разделились. За последнее время доходная часть бюджета выросла. Благодаря чему это стало возможным и из каких источников государству дальше брать деньги, говорили гости передачи «Пятница с Анатолием Голи» на телеканале РТР Молдова. У представителей правящей коалиции и депутатов от оппозиции свой взгляд на решение этих вопросов. Во-первых, мы реформировали таможню и налоговую инспекцию. Это дало свои результаты еще в прошлом году. То есть только за прошлый год после реформирования, после смены руководства, после борьбы с контрабандой, которая была на таможне, схема отмывания денег, офшоры. Только за прошлый год эти два учреждения привели в бюджет порядка на 4,5 миллиарда лей больше, чем за 2015 год. То есть это те деньги, которые в прошлом году нам позволили фактически весь год существовать за внутренний ресурс. Финансовая дисциплина, безусловно, важна, но нельзя только за счет репрессивной машины развивать экономику, считает исполнительный секретарь партии социалистов депутат Влад Батрынча. Должны работать предприятия. Тутун ЧТЧ было прибыльным предприятием и приносило десятки миллионов лей, когда-то прибыли. Аэропорт приносил десятки миллионов лей прибыли, сейчас час на кругах. Банка деэкономии приносила сотни миллионов лей в прибыли. Бар-залбы, которые собираются приватизировать, приносило очень много прибыли. Должны работать предприятия. Для этого надо помогать своим предприятиям. Государство должно помогать развиваться предприятиям. Должны быть преференции для предприятий. Разделились мнения гостей передачей по поводу перехода страны к президентскому правлению. Нынешняя власть находится на правильном пути. И я не побуду сказать, что это единственный правильный путь, это европейская интеграция. Мы считаем, что данный в Республике Молдова как минимум на этом этапе парламентаризм себя дискредитировал. Напомним, с 27 октября партия социалистов начала сбор подписей в поддержку перехода на президентскую форму правления. И еще о заявлениях политических деятелей. Лидер партии «Действия и солидарность» Майя Санду выступает за продвижение образования на глобальном уровне. Об этом экс-министр просвещения Молдовы сообщил на своей странице в социальных сетях. Санду уточнила, что вместе с бывшими министрами образования и главами правительств других стран она подписала соответствующее письмо, адресованное Большой Двадцатке. В послании также содержится просьба об увеличении государственных инвестиций в образование. Бывший министр просвещения отметила, что в Молдове улучшение качества образования предполагает в первую очередь увеличение зарплат преподавателям, а также реструктуризацию учебных заведений при их адекватном финансировании. По мнению лидера действий и солидарности, образование должно быть приоритетным в тех странах, которые стремятся к процветанию. Напомним, Майя Санду находилась на посту министра просвещения Молдовы в период 2012 по 2015 года. А вот следующий политик озабочен уже административной реформой, которая, по его мнению, разрушает государственную функциональность. Об этом заявил недавно лидер платформы ДА Андрей Анастаси. В связи с этим он озвучил свои предложения для решения данной проблемы. Так, по словам Анастаси, все больше сотрудников госструктур сигнализируют о злоупотреблениях со стороны представителей центральной власти. В результате возникает хаос, считает он. Для борьбы с этим явлением у платформы ДА есть несколько предложений. Это, в первую очередь, повышение профессиональной квалификации государственных служащих. Кроме того, в приоритете политформирования улучшить условия работы госслужащих, значительно увеличить им заработную плату и искоренить многочисленные коррупционные схемы. К другим темам. Во Дворце Республики накануне состоялась торжественная церемония, посвященная столицу Великой Октябрьской Социалистической Революции. Мероприятие было организовано партией коммунистов. На событии присутствовали более тысячи человек. Это члены Центрального комитета и ветераны партии, представители территориальных партийных организаций по всей республике. Также были приглашены представители левых и коммунистических партий Европы и бывших стран СССР. С поздравлениями по случаю юбилея Октябрьской революции выступали лидер ПКРМ Владимир Воронин, премьер-министр Греции Олег Саципариса через представителя партии Сириза и члены левой партии Германии. Между тем, парламентская фракция коммунистов в ближайшее время претерпит изменения. Член фракции коммунистов в парламенте Василий Панчук складывает в себя депутатский мандат. Свою решение он объяснил состоянием здоровья. Его место может занять председатель Республиканского совета ветеранов Алла Мироник, следующая по списку ПКРМ. На сегодняшний день фракция насчитывает 7 человек. Еще несколько новостей короткой строкой узнаем из нашей одноименной рубрики. С 1 ноября водители должны будут ездить с включенными фарами не только в вечернее время, но и днем. Национальная патрульная инспекция напоминает, что правило действительно до 31 марта. При этом административный кодекс не предусматривает штраф для водителей за нарушение этого правила. Однако патрульные инспекторы будут останавливать тех, кто его игнорирует. Правило вводится для предотвращения аварийных ситуаций на дорогах. Два населенных пункта частично отключены от электричества из-за шквалистого ветра, начавшегося минувшей ночью. Об этом сообщают службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Речь идет о городе Гладень и селе Извуаре Флорежского района. Другого вреда стихии не нанесла. По данным синоптиков, 30 и 31 октября ветреная погода сохранится. Порывы достигнут до 20 метров в секунду. В связи с этим пожарные не рекомендуют разжигать огонь на открытом пространстве. Также нужно проявлять длительность и в случае упавших на землю электрических проводов не наступать на них, а вызвать специалистов для устранения опасной ситуации. Граждане Молдовы, которые легально работают в Турции, смогут получать пенсию в этой стране. Депутаты ратифицировали соглашение в области социального страхования между Республикой Молдова и Турецкой Республикой. Документ также предусматривает пособия по материнству, по безработице и временной нетрудоспособности, а также другие социальные выплаты. В центре столицы уже невозможно купить ни газет, ни журналов. Несколько дней назад был снесен газетный киоск рядом с парком Штефана Челмари, а в конце прошлой недели демонтирован газетный киоск при входе в сквер у Кафедрального собора. Профсоюз Молдпресса устроили в связи с этим акцию протеста, поскольку теперь работники предприятия остались без работы. С начала нынешнего года с центральных улиц Кишинео было убрано 12 киосков прессы. Мэрия города мотивирует это ремонтом трасс и тротуаров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня для молдавских школьников наступили осенние каникулы. Они продлятся неделю. Согласно учебным планам для начального гимназического и лицейского образования на 2017-2018 годы, на учебу школьники вернутся с понедельника 6 ноября. В дни школьных каникул театры подготовили для ребят множество спектаклей, а кинозалы – показы мультфильмов. Специальные программы разработали и Центры детского творчества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжит выпуск новости из регионов. Сделать район Архей лучшим районом страны. Для этого партия Ашор намерена объединить все населенные пункты района в Единый Союз. Таким образом, селу получат необходимую поддержку и возможность реализовывать программы, которые успешно внедряются в городе. На торжественной церемонии запуска нового проекта присутствовала и наша съемочная группа. Сделать район Архей лучшим районом страны. Такую цель поставила перед собой команда партии Ашор во главе с ее председателем Илоном Ашором. Для этого она решила передать свой опыт решения проблем и объединить в Единый Союз 70 сел, представители которых и присутствовали на торжественной церемонии его официального учреждения. Вступив в новое объединение, населенный пункт может рассчитывать на административную, организационную, а также материальную поддержку партии Ашор в реализации самых разных проектов. Это и уличное освещение, и капитальный ремонт дорог, и создание образцовых сельхозпредприятий, а еще решение проблем утилизации мусора, оснащение сельхозтехникой, организация гарантированной централизованной закупки сельхозпродукции, открытие новых производств и другие проекты. Зачем нам покупать масло подсолнечное у кого-то, если мы можем купить подсолнечное в одном селе, которое нам его производит, а в другом сделать это подсолнечное масло и продавать его по всей стране. Таким образом деньги будут приходить сюда. Для нас очень важно реактивировать и инфраструктуру, и социальные вопросы, и экономику, потому что только это даст нам возможность вместе начать жить по-новому, по-другому. Жить по-другому, то есть лучше, хотят все. Особенно люди в селах, где зачастую нет ни газа, ни водопровода, ни ремонта в школах. О развитии инфраструктуры и речи нет. В 93-м году я приехала с России. Был самый большой парк села Пересечна, который сейчас сравнялся с землей. То есть его можно восстановить, но некому. Село Извари очень маленькое, на многое надо. И водопровод, и газ, потому что он проведен лишь на половину села. Только объединившись, все невзгоды и трудности можно преодолеть, считают претенденты на вступление в Новый Союз. Чтобы стать его частью, в каждом селе будет создана инициативная группа, которая займется сбором подписей. Официальную церемонию запуска проекта продолжил концерт с участием звезд отечественной эстрады. Далее перенесемся в северную столицу Молдовы, где определился победитель международного турнира по волейболу на кубок мэра Белтс Рената Усатова. В борьбе за приз приняли участие 6 команд из 4 стран мира. В северной столице Молдовы завершился международный турнир по волейболу на кубок мэра Белтс Рената Усатова. Чемпионат такого уровня в городе проводился впервые. В нем приняли участие женские команды из 4 стран – Польши, Румынии, Украины и Молдовы. Мы на таком турнире первый раз, и дети первый раз на международном турнире. Они встретились с командами такого уровня, получат большую игровую практику. Я думаю, что все получат пользу. Чемпионат проводился под патронатом Мэри Белтс и при финансовой поддержке благотворительного фонда Рената Усатова. Рената Усатый много внимания уделяет развитию молодежного спорта, и этот международный турнир тому подтверждение. Он не раз говорил о том, что как можно больше молодежи должно вовлекаться в занятия спортом. Молодое поколение должно находить в применении своей энергии именно в этой сфере. Турнир проходил в течение трех дней, а победителем стала команда из Польши. На втором месте расположилась команда из Украины. На третьей строчке – участницы из Приднестровья. Всем обладателям призовых мест вручили кубки, медали и почетные грамоты. И еще одна новость в завершении. Сжигание отходов как новый шаг по гармонизации молдавского и европейского законодательства в области экологии. Представители Министерства окружающей среды отмечают, что сейчас в стране этот вопрос по большей части игнорируется. Ведомстве выступили с инициативой решить проблему пока на законодательном уровне. Молдавское законодательство очень поверхностно регламентирует процесс сжигания отходов, считают представители Министерства окружающей среды и эксперты в области экологии. По данным властей, в стране существует 1150 авторизованных свалок. А кроме того, ежегодно возле населенных пунктов и крупных предприятий создается около 3000 импровизированных мест для мусора. Как уже всем известно, хранение на поверхности земли является самой опасной формой устранения отходов. В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды считают наиболее удачным решением этой проблемы сжигания отходов. Соответствующий законопроект уже составлен и предполагает гармонизацию молдавского законодательства с европейским. Ведомство уточняет, что сжигание отходов может послужить и дополнительным источником энергии. Мы указали на конкретные условия для экономических агентов, которые работают на нынешнем рынке и используют некоторые виды отходов, которые ценны с энергетической точки зрения. Это могут быть использованные масла, растительные отходы. Для правильного сжигания отходов необходимы и специальные, достаточно дорогостоящие печи. Мусоросжигательный завод пытались построить в столице около 10 лет назад при поддержке итальянских партнеров. Проект инвестиций составил 200 миллионов евро. Однако идея провалилась, а в Молдове до сих пор не был построен ни один большой комплекс по сжиганию отходов. Сжигают отходы от случая к случаю. В больницах есть старые печи. Поэтому в первую очередь для здоровья людей надо, чтобы эти печи соответствовали технологическим требованиям. Это в первую очередь соблюдение температуры, которая, согласно нормам, должна быть не менее 1000 градусов и до 1600 градусов. Шла речь и о возможности создания современной инфраструктуры по распределению мусора. Причем это может быть не только пластики, бумага и металл, но также электрические кабели, автомобильные шины, отдельные смеси и жидкости, которые носят энергетическую ценность. Это все новости к этому часу. Но напоминаю, что с сегодняшнего дня вас ждет и расширенный итоговый выпуск вечерних новостей, который теперь будет выходить чуть раньше, а именно в 19.30. Также узнать об основных новостях дня можно будет и в 23.00 во время повтора этого выпуска. А на данный момент я с вами прощаюсь. До встречи в эфире через два часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова